Салют Белгород снова не победил на домашнем поле. На этот раз набрать заветные три очка нашей команде помешала Рязань. По итогам матча на табло зафиксирована безголевая ничья. За ходом матча наблюдал Илья Лядвин. Перед стартовым свистком матча команды в турнирной таблице разделяли три очка. Белгород был десятым, а наши соперники седьмыми. Игра началась с относительно спокойных обоюдострых атак, редко доходивших до завершающей стадии. Салют старался играть в контроль мяча, широко раскатывая свои атаки. Высокий прессинг хозяев заставлял ошибаться рязанцев, которые в первом тайме испытывали проблемы с переходом центральной зоны. Первый по-настоящему голевой момент появился у гостей. На 34-й минуте после удара вышедшего на замену Александра Баркова мяч сотряс штангу ворот Игоря Телкова. После этого момента Салют дважды мог забить. Сначала Никита Чунихин один на один не переиграл вратаря гостей, а после и Андрей Никитин не смог переправить мяч в сетку. Команду снова подводила реализация. Серию голевых моментов салюта прервал тот же Александр Барков. 18-й номер Рязани перебросил мяч над вышедшим из ворот Телковым, однако на помощь голкиперу пришел Сергей Танких, который вынес мяч из пустых ворот. На этом феерия нереализованных моментов завершилась. Арбитр отправил команды на перерыв. Во втором тайме картина игры поменялась кардинально. На 61-й минуте Игорь Желудков сравнял счет по штангам, однако уже в следующей атаке гостей каркас ворот спас вратаря Салюта Игоря Телкова. Во второй половине матча Рязани имела целую россыпь голевых моментов. Белгородцы же потели функционально. На последних минутах наши ворота остались в неприкосновенности из-за пары сейва в Телково и еще одной штанги, которая стала уже четвертой в этой игре и третьей для гостей. Итог матча без голевая ничья 0-0. Первый тайм более-менее, если так по-честному, наша игра. Второй тайм, как обычно, провалили, если честно. Но команда соперников заменами как-то освежила игру, а мы как-то не сильно заменами освежили. Были так всплески. На хорошем, естественно, боли можно было сыграть немножко получше. Но, в принципе, конечно, потому как игра складывалась с обидными таким голевым моментом, мы не смогли хотя бы один из этих моментов использовать. Поэтому как-то ощущение такое двоякое. После трех домашних поражений Салют наконец-то набирает первое очко на своем стадионе, которое стало пятым в нашей турнирной копилке. Следующий матч белгородцы проведут 2 сентября на выезде против Саратовского Сокола. Илья Лядвин, Андрей Андрейко. К этому часу. Белгород.